Довольно сложно назвать точный возраст, достигнув которого, человеку пора создавать семью и заводить детей. Следует учитывать, что у всех людей разные характеры, разные увлечения и взгляды на жизнь, а также различное отношение к семейным ценностям. Кто-то и в 30-летнем возрасте не хочет и психологически не готов создавать семью, а кто-то из парней и в 20-летнем возрасте становится верным супругом и достойным отцом, а из девушек – хозяйственной женой и любящей матерью. В целом же существуют различные факторы, по которым можно определить, насколько человек готов к созданию семьи, в частности к рождению детей. Факторы готовности классифицируются на физиологические и психологические. Физически девушка способна выносить ребенка только по достижении ей 18-летнего возраста. Конечно, бывают исключения, ведь девушка способна забеременеть, как только у нее началась первая менструация. Но, как правило, до 18 лет девушка еще развивается, и ее организм еще не приспособлен к тому, чтобы выносить и родить здорового малыша без каких-либо патологий. Ранняя беременность опасна не только для ребенка, но и для будущей мамы. Во-первых, есть вероятность, что девушка в раннем возрасте не сможет родить самостоятельно, а это уже определенный вред и для нее, и для малыша. Во-вторых, организм девушки в таком возрасте слишком слаб для таких физических нагрузок, как 9-месячное вынашивание ребенка, и ранняя беременность может закончиться весьма плачевно выкидышем или рождением больного ребенка, а также ухудшением здоровья матери. Могут возникнуть проблемы с сердцем, почками, половыми органами. Даже если роды пройдут успешно, велика вероятность, что у новорожденного малыша будет слишком маленький вес, и он еще долго будет находиться под присмотром врачей. Таким образом, наиболее благоприятный возраст женщин для родов начинается с 18-19 лет. Что касается максимального возраста для успешных родов, то это 30-31 год. Конечно, теоретически женщина способна рожать до тех пор, пока у нее есть менструации. Но, во-первых, чем моложе женщина, тем легче ей зачать малыша. С возрастом зачать ребенка существенно труднее. А во-вторых, для того, чтобы выносить малыша, требуется немало усилий. И также, как и при слишком ранней беременности, есть риск прерывания беременности. Что касается самого процесса родов, то связки молодой женщины более эластичны, потому ей легче родить и снижается вероятность разрывов при родах. К тому же, организм молодой женщины после родов восстанавливается гораздо быстрее. Поэтому до 30 лет женщине все же рекомендуется родить первого ребенка. В любом случае, ранняя и поздняя беременность должна проходить под пристальным присмотром квалифицированных врачей. Как правило, девушки, родившие 18-20 лет, не до конца осознают, какая большая ответственность на них возложена. Вследствие этого, они могут неправильно относиться к своему здоровью и злоупотреблять вредными привычками. С этой точки зрения, ранняя беременность отрицательно сказывается не только на здоровье матери, но и на здоровье малыша. К тому же, зачастую молодой матери вместо того, чтобы заниматься малышом, еще хочется гулять и общаться с подругами. И воспитание ребенка ложится на плечи бабушек и дедушек в силу нежелания матери уделять крохе должное внимание, а также из-за неопытности слишком молодой мамочки. А ведь уход за ребенком огромная ответственность. Речь идет о здоровье и жизни крошечного человечка. Ребенок должен быть желанным, только тогда он будет окружен любовью. Родители, которые очень хотят родить здорового малыша, заранее начинают проходить все необходимые обследования. Все эти меры должны приниматься осознанно. В среднем морально девушка готова к рождению ребенка не раньше, чем 24-26 лет. К этому возрасту женщина уже получила образование, устроилась на постоянную, возможно, любимую работу, имеет некоторую финансовую стабильность и задумывается о создании семьи. Что касается предельного возраста для родов, здесь тоже есть свои нюансы. Врачи рекомендуют родить второго ребенка до 35 лет. Конечно, можно родить ребенка и в 50 лет, но следует учитывать некоторые факторы. Во-первых, после 30 лет репродуктивная функция у женщин с каждым годом начинает ослабевать. Во-вторых, нужно не только родить ребенка, но дать ему должное воспитание и образование помочь материально, а от пожилых родителей не следует ожидать большой поддержки. Ну и в-третьих, слишком поздний ребенок может вырасти излишне избалованным, ведь он будет очень долгожданным и ему очень многое будет прощаться. Но в случае со второй беременностью следует учитывать, что после первой беременности должно пройти не менее трех лет, чтобы организм женщины полностью восстановился. Таким образом, наиболее подходящий возраст женщины для родов с 22 до 35 лет. Что касается физиологических факторов готовности мужчин к возможности стать отцом, то здесь главную роль играет качество сперматозоидов. Поэтому, достигнув совершеннолетнего возраста, парень уже способен стать отцом. Репродуктивная функция у мужчины работает намного дольше, чем у женщин. Мужчины, ведущие здоровый образ жизни, способны зачать ребенка и в достаточно зрелом возрасте – 45-50 лет. Таким образом, физиологический возраст мужчины, способного стать отцом, колеблется от 18 до 50 лет. К сожалению, большинство молодых мужчин очень пугает новость о том, что их подруга, жена, любовница беременна. Психологически наиболее благоприятный возраст для отцовства – 27-30 лет. Как правило, в этом возрасте мужчины уже нагулялись, сменили не одну партнершу, определились с выбором супруги и без страха задумываются о создании семьи. Эти факторы играют немаловажную роль. Ведь если мужчина сам хочет завести семью, то в большинстве процентов случаев он оказывается примерным семьянином, любящим и заботливым мужем и отцом. А если мужчину женят на себе насильно, то, скорее всего, в конечном итоге это приведет к изменам и предательству, что, в свою очередь, отрицательно скажется и на воспитании детей. Мужчина должен быть готов к рождению малыша, а по-настоящему мужчина готов к рождению ребенка только в том случае, если он не боится семейных отношений. Если он сам очень хочет ребенка и осознает, какая ответственность ляжет на его плечи. Ведь малыш будет нуждаться не только в отцовском внимании и воспитании, но и в материальном обеспечении. А материальное обеспечение мужчины также играет не последнюю роль. Важно, чтобы мужчина имел стабильную, высокооплачиваемую работу или другой источник постоянного дохода, ведь ему предстоит обеспечивать и малыша, и свою супругу, которая будет находиться в декретном отпуске. Желательно, чтобы у семьи, в которой ждут появления малыша, было свое собственное жилье. Хуже некуда скитаться по съемным квартирам с маленьким крохой на руках. Таким образом, лучше всего рожать малыша, когда уже достигнут определенный уровень благосостояния семьи. Что касается физиологических факторов, то следует прислушиваться к рекомендациям врачей. Но жизнь очень непредсказуема, и если все-таки у женщины наступила слишком ранняя или слишком поздняя беременность, то следует приложить все усилия и тщательно следить за своим здоровьем, чтобы малыш родился здоровым.